Камера один пишет? Уже? Да Ужас какой Говорю, говорю, говорю Хотя, что спросите? Одинаково делать? Нет У меня замечательно А эхо нет? Все, готово Расскажи всю историю, расскажи, как вы с Лешей познакомились? У-уууу, мы в интернете познакомились Это как раз то время, когда мы все сидели на карточках в интернете когда интернет был по-минутно буквально на вес золота и мы встретились в одной изay комнат всероссийского чата Я зашла, спросила, кто учёт здесь из ушки может кто учится Она сказала – я учусь А я был тогда еще на первом курсе, и она ответила, ну, как, немножко так с высока, типа я на втором курсе, мелочи ее пришло. Практически ровно через год, весной, мы договорились встретиться. То я тебя постоянно вижу и путаю тебя с другими людьми. Все сказала, говорит, вот это в этот день. Это был вечер, я ждал уже этот момент, наконец-то ее увижу. В итоге я в этот день заболела? Я думаю, ну, заболела, значит, надо ее, наверное, вылечить. Я купил банк варенья. Слышу, что-то по телефону ей позвонил, по мобильнику. Мама, к нам в гости придут. Я говорю, Надюша, ты же вроде болеешь, кто там придет? Придет Леша. Вот, значит, он сказал, там лекарство принесет. Пришел с банкой варенья. Так это, такой мальчик скромный, тихий. Нашел в интернете базу с адресами, вычислил ее по фамилии. И приехал к ней домой вечером. И реально привез, он в другом городе жить. Я жила в Североморске раньше, он жил в поселке Росляково. И он после работы приехал. Потом, когда я ехал, друг мне сказал, если тебе, она будет приглашать на чай, заходи. И она такая, может, ты на чай зайдешь? Я говорю, да, я пошел. Я зашел, мне на чай. Но они зашли вот на кухню. Особо-то мы его и не видели. Мы их вообще не видели. Ну да. Они так уходили, закрывались. Я ему сыграла на гитаре, и все, и все случилось. Я сыграла мою любимую песню группы Lumen. Сид и Нэнси, она не знала об этом вообще. Вот в этот момент я офигел еще больше. Наверное, что-то вот в этот момент какая-то искра возникла. Знаете, когда человек приходит, и вот он чувствует, что это твое такое. Мальчики-то приходили, даже вот дома как-то так вот. Ой, там, господи. Это мальчики были другого сорта. Да так. Мала-мала-мала. Когда я вышел уже поздно вечером, мы очень долго разговаривали, там, наконец-то вот, в живую. Я вышел из ее дома, я позвонил своему другу и сказал, «Миша, это она». Наверное, ее достоинство – это доброта, это умение во всем разговаривать что-то хорошее. Она всегда умеет быть нежной. Она знает все вещи, которые я люблю. Она умеет классно готовить кофе. Никто так не умеет больше. Она очень легкая, воздушная, местами наивная, но в этом есть какой-то вот ее детский, наверное, такая вот ее детская прекрасность, что ли. Леша такой человек, который не может не раздражать. Наверное, этим он надо раздражать. Он такой, блин, идеальный, что ты не подкопаешься. Бывает, что слова быстро вылетают из ее уст, прежде чем успеть подумать о чем-то. Носки разбрасывает по дому. Заходит такой и в разные стороны. Зачем ты это сделал? Где теперь, блин, искать их? Он меня раньше, не знаю, я как-то… Блин, опять носки разбросал. А сейчас он разбросал свои носки по комнате. Ну, так мило. Очень смешно злиться. Я так всегда пытаюсь ее даже немножко больше позлить, чем надо. Потому что она, ну, ладно. Самое интересное, что за то время, пока мы вместе, ее увлечения успели трансформироваться. Сначала это было жесткое увлечение экономикой. Затем ее интересы переросли в творческие больше. Сейчас она… Ей очень нравится игра на Варгане. Она ходит на Варганной вечеринке. Она купила эту ладскую машину. В общем, там такой, как чаши. Она крутит по ней какую-то палочку. И она создает такую звунку в ушах. Да, это очень интересно тебе. Вот. Ей нравится делать много всяких вещей своими руками. Поэтому, наверное, у нас свадебных вещей очень много сделано именно вот ее руками. Это приглашение, это всякие разные прибамбасы. Он вообще волшебник. Он об этом не говорит ничего. Делает все, что хочет. Это очень здорово. Потому что сейчас очень мало людей, которые могут себе позволить делать все, что они хотят. Он может делать аудиокниги, делать сайты, делать всякие штуки, все вместе. И каким-то образом умудряется деньги зарабатывать при этом на то, чтобы осуществлять наши остальные мечты и желания. Вот. А расскажи вообще, как ты сделал ей предложение? Знаете, все очень тяжело в плане сюрпризов, потому что мы всегда договорились. Я за пару месяцев договорился со своей, наверное, нашей общей любимой группой. Я попросил, не могли бы вы прийти, когда я буду делать в момент предложения, не могли бы прийти вот и теперь. Затем я на один ночью потихонечку там, может, съедим в Питер, там будут выходные, там, вот это, ну, в чем-то сидим, в городе, давай, как-то развеемся. Ну, все мои друзья знали про это, и, не знаю, это понятно было все сразу. Там же я друзей подговорил, что давайте, в общем, мы сходим как бы на отвоенное там свидание. Поехали все вместе, пришли к большому здоровому отелю, приехали лифт, ну, помогли, решили ему делать сюрприз, давайте, 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 глаза, надели ему шарфы. Сегодня я и Саша, мы помогаем молодому человеку, Алексею, сделать предложение руки и сердца. Вот, мы сели за стол, и как только я почистила банан, вот так вот, сижу с бананом, собираюсь его есть, и сзади такая музыка, раздаются гитарные струны. И, конечно, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, мне кажется, что я поняла, что мы вместе будем, наверное, с первого дня знакомств. Вот, все. Это мой человек, он будет со мной. И я поняла, что я его человек. Как-то такие, два пазла сложились, и все. Это мой человек, он будет со мной. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok